Основатель меры и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в Шахринавский район. Активисты и жители района с высоким уважением, особой теплотой и безмерной искренностью встретили главу государства. Вначале президент страны, уважаемый Эмумали Рахмон, в селении Чуз, Шахринавского района, сдал в эксплуатацию агропромышленный комплекс Дихканского хозяйства «Хаджи Ахмад». Комплекс состоит из совместного предприятия Таджикистана, Узбекистана и России «Марва мебель», швейного цеха, гостиницы, столовой, теплицы, водоема для разведения рыбы, а также садов и виноградников. Совместное предприятие «Марва мебель» расположено на первом этаже двухэтажного здания. Из стран Европы импортировано 16 единиц современного оборудования для производства мебели, которые установлены на предприятии. С учетом заказов на вновь созданном предприятии будет производиться более трехсот наименований мебели. Главу государства проинформировали, что на предприятии есть возможность перерабатывать более 8 кубометров древесины в сутки. Продукция предприятия соответствует международным стандартам по качеству и дизайну и в основном производится на заказ. Пиломатериалы, фурнитура и другие необходимые материалы импортируются из Российской Федерации и Республики Узбекистан. Резьба по дереву, которая является традиционным ремеслом таджиков, на предприятии широко налажена. Для этой работы привлечены специалисты с большим опытом. Резьба на межкомнатных дверях и другой мебели, производимой на этом предприятии, проводится вручную и с помощью современного оборудования. На предприятии по производству мебели постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой обеспечены 30 человек. Глава государства дал указания ответственным лицам по расширению круга деятельности предприятия и налаживанию экспорта продукции за пределы страны. Напутывал специалистов обучать подрастающее и молодое поколение тонкостям изготовления мебели, в том числе резьбе по дереву. Швейный цех, гостиница и столовая расположены на втором этаже этого здания, где постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой обеспечены 50 местных женщин. Цех оснащен 40 швейными машинами и другим необходимым современным оборудованием. В цеху производится широкий ассортимент школьной и медицинской защитной одежды и спецодежды для отечественных предприятий, а также национальной женской и мужской одежды. Производительность предприятия равна переработке 600 метров ткани в сутки. Продукция, производимая на мебельном предприятии в швейном цеху, является импортозамещающей. Создание таких промышленных предприятий имеет большое значение для нашей страны. Гостиница создана с учетом того, что предприятие является совместным. В ней имеются необходимые условия для одновременного размещения 18 гостей. Она оснащена необходимыми принадлежностями, кроватями, шкафами и т.д. Современная столовая гостиницы рассчитана на 100 посадочных мест, имеет хорошие условия обслуживания сотрудников, гостей и других посетителей. Здесь же лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, посетил вновь созданную современную теплицу. Теплица создана на основе современных требований с использованием передовых технологий сферы. Общая площадь теплицы составляет 0,2 гектара. В настоящее время в ней выращиваются помидоры, огурцы, болгарский перец и зелень. Орошение теплицы производится капельным методом, а теплоснабжение централизовано. Здесь также создана малая теплица для выращивания лимонов, где посажено 30 саженцев лимонов, пригодных для местного климата. Рядом с теплицей построен водоем для разведения рыбы, где в настоящее время выращивается тысяча особей форелей. В этой местности также создан сад. Площадь нового сада составляет 6 гектаров, где посажено 1800 виноградных лоз разных сортов и 200 саженцев яблони. С целью более эффективного использования земли между рядами саженцев также посеяны другие сельскохозяйственные культуры, такие как бобовые, бахчевые, овощи и картофель. В окрестностях вновь созданного комплекса, особенно в предгорьях, а также на территории предприятия, вдоль тротуаров посажены более 1100 саженцев вечно зеленых декоративных деревьев, что придает красоту этой местности. Для обеспечения теплиц, водоема и разведения рыбы, садов, виноградников, а также производственных предприятий водой, здесь пробита вертикальная скважина глубиной 120 метров. Посредством скважины питьевой водой обеспечивается и население окрестных селений. В целом 130 человек здесь обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Комплекс в Шахринавском районе создан отечественным предпринимателем Наврузом Рахмединовым. С использованием средств за счет доходов дехканского хозяйства и в сотрудничестве с инвесторами Республики Узбекистан и Российской Федерации в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В этой местности также продолжается строительство крупной птицефабрики для выращивания 15 тысяч цыплят-бройлеров, которая будет сдана в эксплуатацию до празднования Великого национального праздника 30-летия государственной независимости. Руководство предприятия в будущем также планирует создать холодильное помещение вместимостью 300 тонн продукции. Автомобильная дорога Душанбе-Турсунзаде до предприятия полностью заасфальтирована протяженностью 1 километр. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, создание подобного современного агропромышленного комплекса отечественными предпринимателями посчитал достойным похвалы и отметил, что эта инициатива заложит благоприятную основу для реализации четвертой национальной цели – ускоренной индустриализацией страны.